Хей, всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя, именно тебя на моем канале. Это видео я хочу посвятить чудесным мастерам, которые работают на дому, да и не только на дому, но и в принципе договариваются с клиентами, и приходят к ним на дом, и делают, возможно, какие-то маникюрные работы. К слову, они не работают в салонах, и в основном, если не читать отзывы, какую-то подробную информацию, можно наткнуться не только на маникюрщицу, но и на одновременно аферистку, которая вынесет что-то из вашего дома, сделает вам отвратительную работу, да и вообще вовсе придет не та маникюрщица. Да, это очень странно звучит, именно поэтому, услышав подобную историю от своей близкой подруги Маши, я поняла, что 100% поделюсь ею с вами. Поэтому присаживайтесь поудобнее, в этом видео я поделюсь с вами не только этой историей, но и покажу фотографии отвратительных и хороших работ, которые мне нравятся больше всего, потому что в основном меня смотрят девочки, которые тоже ходят в салоны и делают какие-то красивые работы. В общем, поделюсь с вами фотографиями идей для маникюра. Это видео обещает быть очень интересным, поэтому просто запасайтесь печеньками, вкусным чаем, я вам желаю приятного просмотра. Если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, потому что не подписавшись, вы пропустите очень много всего интересного и будете натыкаться на мои видео еще не один раз. Напоминаю вам про свой инстаграм, ник вы сейчас тоже видите на своих экранах. Подписывайся, там очень много крутых фотографий, интересных сториз, ты точно не пожалеешь, если подпишешься. Ну а я не буду медлить, желаю вам приятного просмотра, вы будете в шоке после того, как услышите эту ужасающую историю от меня. Погнали! Ну и начну я, пожалуй, с того, что моя подруга Маша во время карантина, да, это сейчас актуально, когда девушки, которые умеют делать маникюр, состоят в каких-то базах в интернете, и когда вы пишете «Найти маникюрщицу на дом», высвечиваются они, вы с ними созваниваетесь, и как бы они приезжают к вам домой и делают маникюр. Это как маникюрный салон на дому, скажу так. Ну и моя подруга Маша решила найти маникюрщицу, которая сможет сделать ей хорошую работу с наращиванием, с офигенным дизайном на ногтях, чтобы все выглядело офигенно, и в принципе не стыдно было выйти на улицу. Забив в интернете, она зашла на один из сайтов, где было просто море девушек, которые описывают, какие маникюрные работы они могут предложить, как круто они работают, прикреплены были фотографии, отзывы. Со временем, дослушав эту историю, я думаю, вы поймете, что эти отзывы были подделаны. Ну и там сразу был указан, как я уже сказала, номер телефона маникюрщицы, чтобы вы с ней созвонились и обсудили удобное для нее время. Также были те маникюрщицы, с которыми созвониться была большая проблема. Как только вы им набираете на номер телефона, который был указан, отвечает девушка-робот, которая задает вопросы, что вы хотите, какую работу вы хотите, во сколько, когда, зачем, сейчас вас свяжут с мастером, вы обсудите подробно, она вам подтвердит запись и так далее и тому подобное. В общем, Маша же наткнулась на ту девушку, которая напрямую с ней поговорила, и они обсудили, в принципе, день и время, когда Маша хочет увидеть чудесные ноготочки на своих руках, чтобы эта девушка предоставила ей данную услугу. Были написаны отзывы, что все маникюрные принадлежности стерильные, все обработано, все сделано качественно, много времени на это не уходит, якобы именно эта девушка, которой позвонила Маша, звали ее Ира. Очень такая прям доброжелательная, милая, делает прекраснейшие работы, было море положительных отзывов, ну и они созвонились, обсудили удобное время. Через два дня они встретились. Вот с этого момента начинается все самое интересное. Но перед тем, как я вам опишу их встречу, еще скажу один очень важный нюанс. На этом сайте под звездочкой, точнее даже под аватаркой этой девушки-маникюрщицы было написано, сделаю вам наращивание бесплатно. Если сам по себе маникюр у вас будет дорогим, то есть если там будет много дизайнов, много там всяких брюликов, блесточек, возможно проколов, дизайны, да, она делала необычные, как у меня раньше были, сейчас закончится карантин, я бомбану себе ногти до конца этой комнаты. Я вам точно говорю, километровые, потому что я уже соскучилась. Ну и вот, там говорилось, что да, эта чудесная девушка сможет сделать наращивание ногтей бесплатно. Чтобы вы понимали, наращивание как минимум в нормальных салонах стоит 5000 рублей. Каждый ноготь тебе выравнивают, наращивают специальным гелем, выпиливают и делают тебе ногти длиннее. Баша как раз таки и хотела сделать ногти чуть-чуть подлиннее, и когда она увидела эту функцию, то есть специальное предложение от этой маникюрщицы, она, естественно, с ней сразу созвонилась. Имейте в виду, наращивание стоило дороже маникюра, а там было указано, что если у вас маник будет дороже 3000 рублей, я вам сделаю бесплатное наращивание. Маша офигела. Ну и вот, созвонились они, настало время их встречи. Начинается все самое интересное, как я уже сказала. Маша эта маникюрщица по звонку показалась очень доброй, умной. Голосок у нее был такой прям миленький, и она поняла, что как бы с ней будет очень приятно поработать, и даже ходить с дизайном, который она нарисовала, будет не стыдно. Потому что работы девушек, которые писали отзыв, были прикреплены к нему же, и, в принципе, фотографии этих работ Маше очень понравились. Ну и вот, звонок в дверь. Маша открывает, все подготовила, убралась в квартире, чтобы не стыдно было приглашать туда людей, да, чтобы маникюрщица не охерела. Придя в беспорядок, а Маша любила срачельники, заходит, да, маникюрщица. Очень странно выглядит, но явно не так, как на фотографии. Совершенно другая девушка, комод, даже не девушка, а женщина, которая сказала, что Здравствуйте, меня зовут Татьяна, сегодня я вам сделаю офигенный маникюр. Представилась как бы, и у Маши сразу же возник вопрос, извините, я с кем тогда созванивалась? Потому что, ну, голос был совершенно другой, манера общения совершенно другая. На фотографии изначально была указана такая прям худенькая, красивая маникюрщица, а пришла женщина, которая даже не запомнила имя клиентки, Хотя, если у них в базе, там, возможно, все прописывается, время, имя, фамилия, номер телефона, дата. Как бы она должна была хотя бы произнести имя, но она задала ей вопрос. Извини, а как тебя зовут, напомнишь? Она говорит, Маша, и тут все, у нее сразу же упало настроение, она не понимает, кто к ней пришел. Потому что была совершенно другая женщина, и она сразу давала ей задавать кучу вопросов. Ой, а это что, твоя квартира? Вау, а ты тут живешь одна? Ой, прости, я забыла свои маникюрные принадлежности в машине. Сейчас я спущусь за ними и к тебе приду. Вот эта фраза, ребят, меня она просто убила. Когда мне Маша рассказывала эту историю, я думаю, камон, что за шок? Маникюрщица пришла к своей клиентке, забыв все маникюрные принадлежности, все лаки, тупо в своей машине. Я вот от этого просто была в шоке. Ну ладно, Маша подождала 5 минут, жила она на 14 этаже. Ну и приходит обратно к ней эта маникюрщица. Говорит, ой, простите, простите, сегодня там пробки, сын у меня кашу не доел, я не успела, там то-то-то-то-то, простите, извините. Ну и, в принципе, Маша пока что судить по первым 10 минутам ничего не могла, поэтому, ну как бы да. Ну и, в принципе, Маша решила пригласить ее за стол, где, в принципе, маникюрщица и должна была оказать ей данную работу. Сделать красивый маникюр, как было прописано с наращиванием. Возможно, это была там, я не знаю, фотография какая-то в интернете изначально, или, в принципе, на их сайте адекватно созвониться с одной маникюрщицей и приходит другая. Вот этого я до сих пор понять не могу. Как бы, что бы вы делали в этой ситуации? Напишите, пожалуйста, ниже в комментариях. Я бы просто была в шоке, потому что пообщаться с одним человеком и приходит другой. Что? Ну и, в итоге, садятся они за стол, эта женщина выкладывает все лаки, все пилочки, все-все-все-все-все, и чтобы вы понимали, да? Все пилочки, все вот эти вот кусачки для маникюра, все, что нужно, лежало в одном целлофановом пакете. Обыкновенный прозрачный пакет. Обычно, да и как твердилось на сайте, все как бы должно быть стерильно, все должно быть нормально, красиво, и все принадлежности должны доставаться из специальных бумажных стерильных пакетиков. Как бы даже в салонах показывают. Вот, смотрите, я достаю все стерильно, все обработано, потому что мастер берет, ну, как я думаю, на себя ответственность. Если она сделает плохую работу или кутикулы потом будут болеть, маникюр будет с ужасным кривым наращиванием, да, типа вот такого, начинаю кидать вам фотографии, ну, показывать, то, в принципе, можно спокойно оформить отзыв. Но дослушайте меня, история с каждой секундой становится все интересней и интересней. У Маши до этого был маникюр, с которым она проходила практически весь карантин полтора месяца. Чтобы вы понимали, длина ногтей была примерно вот такая. И гель-лак с самого начала кутикулы до конца пальца отрос. И ноготь был с гель-лаком только вот так вот. Маша подает ей свои отросшие ногти, как бы с этим дальше невозможно было ходить. И эта женщина, Татьяна, ей заявляют, ой, а вы что, на сайте даже не предупредили, что у вас до этого будет маникюр? Я даже для снятия ничего не взяла. Ребят, приходит на дом маникюрщица. У нее с собой должны быть все маникюрные принадлежности для работы. Без разницы, что было на ногтях, да хоть все они были, я не знаю, в земле, обгрызаны. Ноготь рос в потолок, я не знаю. Такое бывает, это ваш клиент. Она говорит, ой, у меня с собой нету аппарата для снятия. Я могу только с помощью специальной жидкости вам снять этот чудесный гель-лак. Ну и Маша говорит, хорошо, снимайте так. Она сама по себе была такой прям приличной девочкой и сразу закатывать скандал не стала. Ну и в это время Татьяна, которая делала маникюр, будем называть ее так. Ой, слушай, у тебя туалет в той стороне? Ну, это на всякий случай, если вдруг я захочу. Ой, я смотрю, у тебя сзади телевизор, кухня была связана с залом. Из кухни можно было смотреть телевизор. Маша говорит, да, это телевизор, он включается. Но она сидела, к сожалению, спиной к этому телевизору и Татьяна попросила его включить. Каждую секунду она отвлекалась на то, что показывается в телевизоре. И Маша приняла решение им поменяться местами, чтобы, ну, как бы она смотрела в телевизор, а не маникюрщица. Сама она не догадалась этого предложить, хотя это абсолютно нормально, когда мастер работает, а клиент в это время смотрит телевизор хотя бы, потому что руки заняты. Ну и вопросы продолжали. Сейчас я вам назову такой вопрос, от которого вы просто будете в шоке. Его задала вот эта вот Татьяна Маша, говорит. Слушай, а я тебе когда делаю маникюр, у тебя же есть еда? Я просто немного голодная, прости. Я не успела поесть. У тебя будет хотя бы что-нибудь перекусить? Хлебушек с колбаской? И я пойду. Если не хочешь, чтобы я задерживалась, так и скажи. Ничего страшного. Я перекушу где-нибудь, ну, за пределами твоего дома. Вот от этого вопроса Маша просто офигела. Она смотрит на нее и не понимает, что ей ответить. Видимо, от того, что Маше было неловко. Видимо, от того, что она не умела отказывать. Она сказала, да, конечно, я вас накормлю, да. Ну, возможно, это нормально, если вы как бы с мастером уже давным-давно знакомы, как бы предложите ей чай и так далее. Но когда вы ожидали одного мастера, приходит совершенно другая женщина, достает совершенно нестерильные маникюрные принадлежности и задает тебе море вопросов, я думаю, это неадекватно и как бы стоило отказать. Но Маша согласилась. И это только начало, мои дорогие. В принципе, в подробностях каждую детальку того, как она делала маникюр, я рассказывать не буду. Ну, просто резко она замолчала, как начала делать работу. Возможно, это и есть хорошо. Но параллельно задавала вопросы и не поддерживала, в принципе, диалог. Не знаю, как это можно совместить, но я думаю, вы меня поняли, когда маникюршица говорит, ой, слушай, а ты кем вообще работаешь? Ты закончила школу? А сколько тебе лет? И Маша как бы не просто отвечала на эти вопросы, она даже ответа не давала. Ну, просто молчала, как будто бы Маша пригласила, я не знаю, какого-то соцопросника, я извиняюсь, к себе домой. По-другому не сказать. И маникюршица просто постоянно обсыпала ее вопросами. А ты тут? А ты там? А ты где? А ты здесь? А почему? А зачем? Маша просто не понимала. Извиняюсь, а кто ко мне пришел вообще? Ну и, соответственно, настало время, когда эта женщина захотела пойти в туалет. Она встает, отряхивает все вот так вот на пол, все, что оставалось со снятия ногтей и так далее, ну и идет в туалет. Что там произошло, ребятки, ну просто не описать словами, она туда заходит, потому что Маша ей до этого сказала, где он находится. И со всей дури хлопает дверью, типа прям закрывает ее так, что произошел сильнейший грохот, чуть ли квартира там не перевернулась. Сделала она все свои дела, прошло минуты три. Кстати, важный нюанс, ходила она в туалет со своей сумкой, будто бы думала, что Маша сможет там, я не знаю, порыться у нее в сумке, посмотреть, что лежит внутри. Она была дома, и как бы можно было оставить сумку, а не ходить с ней в туалет. Ну а хотя мало ли, возможно, там были какие-то женские дни, ее тоже можно понять. Сходила она в туалет, выходит с сумкой, а Маша жила в достаточно таком красивом доме, где было множество больших, красивых, да и небольших статуировок. Много красивого декора, все было так украшено, и в принципе приходит маникюрщица, кладет свою сумку, ну и Маша ей говорит, извините, а у меня будет маникюр с необычным дизайном, давайте его заранее поговорим. На сайте было написано, что наращивание вы сделаете бесплатно. Про статуэтки договорим потом. И тут маникюрщица такая, что? В смысле наращивание бесплатно? Каким образом я вам его сделаю бесплатно? На сайте такого не может быть указано. Не затирайте мне, пожалуйста, я такого не видела. Маша начинает уже, ну как бы потихонечку скандалить с этой женщиной, говорит, извините, ну во-первых, как бы я изначально созванивалась с одним человеком, а вы пришли, вы выглядите и говорите совершенно по-другому. На что эта женщина-маникюрщица Татьяна такая отвечает? Ну, та заболела, она, ну, наверное, да, должна была вас предупредить, ну, я к вам пришла, думаю, ничего страшного, ничего не произойдет. Ну, раз уже пришла я, а та услуга была указана под фотографией на сайте той маникюрщицы, то я вам буду делать за деньги наращивание. И тут Маша просто впала в ступор. Ей уже сняли маникюр, спилили ногти, потому что она очень долго носила гель-лак, и они уже просто не выдерживали, пластина была очень тонкая. Ну и на этом Маша ей просто сказала, я извиняюсь, пожалуйста, доделывайте мне маникюр, то есть кутикулы, не кутикулы, покройте мне обычным лаком. Я отказываюсь сегодня с вами дальше сотрудничать, то есть не нужно мне делать ни наращивания, ни гель-лак, ничего. И тут эта женщина такая, ой, извините, ну а зачем я к вам тогда приехала? Было указано, что вы хотите сделать наращивание, сложный дизайн, я уже подготовилась сидеть у вас 7 или 8 часов. Вы же хотели дизайн вот такой, вот такой, вот правильно, который обговаривался с той девушкой? Маша говорит, да, но извините, я вижу, что у вас тут ничего стерильного нет, отзывы, как я поняла, уже были фальшивые. Я позавчера, перед тем, как созвониться с девушкой, которая мне нужна и которая сделает мне маникюр, облазила весь сайт. И именно вас я там не видела. Возможно, это какая-то афера, Маша начала рассуждать вслух. Но вы меня не интересуете, поэтому, пожалуйста, закончите мне вот это вот все снятие и оставьте мне обычные коротенькие ногти. Дальше я разберусь, на что маникюрщица просто ей ничего не отвечает, молчит и вот так вот закатывает глаза и садится. Маша ей задает вопрос, извините, а у вас даже руки, я извиняюсь, не влажные, вы хотя бы их помыли после туалета? Ну, обычный вопрос о гигиене. И тут она вот так резко встает и говорит, я не буду доделывать вам работу. Маша смотрит на нее и такая, что? Я вам задала обычный вопрос, потому что, ну, как бы микробы, все дела, вы сходили в туалет и нужно обязательно помыть руки. Перед этим она даже не надела перчатки и осталась в той одежде, в которой пришла. Ну, естественно, сняв верхнюю, она сидела в кофте, надев никакой фартук, ничего такого и села, как будто бы, ну, я не знаю кто. Я даже не представляю, с чем это можно сравнить. У меня просто нету слов. Я вот сейчас представляю, если бы со мной такая ситуация произошла, я бы просто офигела. Все вы прекрасно знаете, что я обожаю длинные ногти, сейчас у меня их нет из-за карантина, я не вижу смысла сейчас ходить с маникюром, лучше укрепить пластину. Ну, я бы просто, я не знаю, я бы выгнала эту женщину и сказала всего доброго, когда она бы уже задала один единственный вопрос, покормишь ли ты меня после того, как я доделаю тебе работу? Это очень странно, ну, согласитесь, это элементарно некультурно. Я понимаю, если бы мы были как-то знакомы, да, или Маша с этой женщиной, но говорить такое, будучи незнакомыми, это, мне кажется, совершенно неправильно. Ну и на этом закончилась чудесная история. У Маши потом очень долго болели кутикулы, потому что маникюрщица убирала их ножничками и задела в некоторых местах на некоторых пальцах. Это был самый настоящий шок, и мне просто интересно было бы узнать, какая бы работа в итоге получилась, если все принадлежности нестерильные. Договаривались они об одном, а стоимость уже была совершенно другая. Обсуждалось, что как бы наращивание будет бесплатное, а тут оно резко, ну, 6 тысяч, пожалуйста, плати, еще 3 тысячи поверх за маникюр. 9 кусков не хочешь вывалить за то, что я к тебе просто пришла и показала тебе нестерильные принадлежности? В общем, это капец. Маша вот на этой чудесной ноте, когда она начала вздыхать, закатывать глаза и отказалась дальше ей все доделывать, из-за того, что она ей задала элементарные вопросы, мы помыли, я извиняюсь, руки после туалета. Больше она с ней не разговаривала вообще, ни слова ей не сказала, маникюрщица собрала вещи и ушла. И знаете, чем закончилась история? Нет-нет, это еще не все. Отзыв Маша не смогла оставить на сайте, ну просто не нажималась кнопка, было написано, к сожалению, вы заблокированы. И не можете оставить отзыв на этом сайте. Ее просто обманули, и как она поняла, даже посмотрев в интернете, набрав маникюр 2020, там были все те самые работы, взятые из интернета, написанные, как она поняла, ботами или девушками, которым за это платили деньги, чтобы они написали фальшивые отзывы. Работы они прикрепляли из интернета, типа, вау, посмотрите, как мне красиво сделали, а на самом деле даже не знакомы были с этими людьми. И это еще не все, помните? Эта женщина Татьяна, маникюрщица в гостях у Маши, пошла в туалет с сумкой. И почему-то Маше показалось это очень странным. И вся квартира была в статуэтках. Одной статуэтки, которая стояла около раковины, не оказалась. Там была такая большая собака с очками, и сумка была у этой маникюрщицы такая прям достаточно объемненькая. И еще пакет, с которым она пришла, где были принадлежности, такой, ну, мини-чемоданчик, и достала все с этими пакетами. Статуэтку, в общем, она украла. Маша даже не стала все это обсуждать. Думала вообще над тем, чтобы написать заявление в полицию. Но она просто забила и поняла, что мошенников в интернете очень много. Да это я к чему клоню, ребят? Просто будьте аккуратными. Я поделилась с вами этой историей, чтобы вы знали, какие мошенники существуют. Да, маникюрщица украла у Маши статуэтку, хоть она и стоила не очень дорого, 4 тысячи рублей. Бывают и подороже статуэтки, я извиняюсь за 50 и за 100 тысяч. Но все равно Маша отказалась платить за работу и поскандалила немного с маникюрщицей. Об этом я, извиняюсь, вам не сказала. Ну вот, не заплатила она деньги и попрощалась со статуэткой, которая стоила 4 тысячи рублей. И на эти 4 тысячи рублей можно было сделать какой-нибудь офигенский маникюр в нормальном салоне. Ну а тут ее лишили и статуэтки, и хорошего настроения. И она по сей день думает, нормально ли это вообще. Ютуба заблокировали на сайте, и она не знает, что сейчас делать. Ребятки, напишите, пожалуйста, мне ниже в комментариях, что бы вы делали на месте Маши. Потому что я считаю, что это неприемлемое отношение к клиентам, неправильное вообще поведение. И это самые настоящие аферисты в сетях. По-другому просто никак не сказать. Машу облапошили, сделали ей ужасный маникюр. Ну, тупо сняв гель-лак, спилив ей ногти и подрезав кутикулу, которая до сих пор болит. На этом заканчивается история. Жду ваше мнение в комментариях. И хочу вам быстренько показать фотографии ужасных и хороших работ. Просто на заметочку вам. Вот такие ногти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Их я назову неудачный поход в маникюрные салоны. Можете поставить на паузу и разглядеть. Сейчас вы все эти работы видите на своих экранах. Ужасные кутикулы, неровное наращивание. Отвратительный и не до конца просушенный гель-лак. Отвратительная работа мастеров. И самое главное, ужасный дизайн, за который, я уверена, содрали много денег. Ну а вот теперь те работы, которые нравятся мне. Все сделано идеально. Все сделано красиво. Некоторые идеи вы можете взять для себя. Все эти маникюрные работы мне безумно нравятся. И я считаю действительно красивыми. Тут как есть и с наращиванием, так и без наращивания. Просто возьмите на заметку. И сравните все то, что я вам показала. Я считаю это самым настоящим трэшом. Говорю сейчас про отвратительные работы. И просто, ребят, выбирайте салоны не только по отзывам. Просто будьте внимательными по рейтингу, по тому, насколько известен этот салон. И главное, чтобы он был проверенным. И хотя бы были, ну, минимально отзывы или какие-то рейтинги, персональные работы, которые выложены. Возможно, инстаграм у этого салона. Я думаю, вы все это и так прекрасно знаете. Просто за вас волнуюсь, ребят. Будьте очень внимательными. Именно поэтому на данный момент я не заказываю никакие услуги на дом. И делаю все сама. Видите, да, у меня вот тут вот немножечко синие пятна на голове. Почему, спросите вы? Да, потому что я сегодня покрасила свои корни волос в черный цвет. Получилось нормально. С кожей это смоется в течение двух дней. Ну и хотя бы я не попалась в руки коферистам, которые, возможно, что-нибудь украли бы у меня дома. Предварительно сказав, что сделают мне офигенную услугу. Круто покрасят реснички, бровки, корни. Я хожу только в проверенные салоны и буду дожидаться окончания карантина. Советую сделать вам так же. Ну а вот теперь на этой чудесной ноте я хочу закончить сегодняшнее видео и сказать вам огромное спасибо за просмотр. С вами была Карина. Вступай в семью Аракелянчиков. Приятно познакомиться, если ты до сих пор не подписан на мой канал. Также смотри другие видео. На моем канале полно роликов про маникюрные салоны. А также есть одно очень крутое душевное видео, которое называется «Я устала это от вас скрывать. Жизнь Карины Аракеляну та да я». Посмотрите, пожалуйста, до самого конца. Я там рассказала все о своей жизни. Ну а вот теперь с вами была Карина. Я вас люблю, целую, обнимаю. Выбирайте правильные салоны и хороших мастеров. До скорых встреч. Пока-пока.